Доброе утро всем. Если вы меня смотрите, значит вы на канале Елены Конфиевой. У нас всегда здесь летают самолеты, у нас тут всегда жарко, мы плаваем, отдыхаем, но я в этом видео хочу вам рассказать то, что я обещала, о том, как отдыхают российские звезды на Мальвивах и сколько это стоит. Я думаю, вам будет интересно. Не отключайтесь. Я поехала на своем велосипеде. Я приехала на водные вилы сейчас и покажу вам, как же расположены вилы на воде. Я сама здесь на самом деле первый раз, потому что я больше предпочитаю жить все-таки на берегу. Здесь тоже есть свои велосипеды. У каждой вилы есть обязательно свой велосипед. Но здесь велосипеды, они другого цвета и отличаются от этих велосипедов, на которых есть посуши. Здесь целая вереница вилы идет на воде. И во двое из них мы сейчас побываем. Здесь принято снимать обувь. Вот он, прозрачный пул, то есть ты можешь сидеть на диване, смотреть телевизор, читать книгу и подряд в этом поле. Тоже у тебя плавает под ногами. Даже стол так сделан, что влево в океан. Так. Удобная кровать. Винтилятор. Артемий. Тут такая красивая вилла. Правда? Тебе понравилось? Тут смотри даже на океану. Да, я видела. Выходим. И есть свой бассейн. Кстати, здесь неплохо. Там соседние виллы ремонтируются, обновляют. Мы такую виллу не взяли, скажи мне. Ну, потому что из-за тебя они взяли, посчитали, что с ребенком лучше на суше. Я хочу красивый бассейн. В следующий раз попробуем здесь, скажите. То есть тоже можно здесь сидеть и любоваться. Любоваться простором и красотой океана. Есть лежаки под навесом, чтобы не сгореть. Да, есть камак. Тема хочет все испробовать. Тема, можешь занырнуть, кстати, легко? Ага. А что? Хорошо. А, кстати, вот смотри, там, наверное, тут и с детьми, потому что там ветерки. У соседей вилла и с детьми отдыхают. А я, кстати, научился завязывать чину. Молодец. Молодец. Вот, наверное, только приятного вам, что все дебилы ремонтируют. И немного шумно. Вот этого никто не скульпает. Кстати, очень приятно. Тема, знаешь, очень приятно. Достаточно приятно. Очень красиво. Да, ну, понравилось. Красивая вид. Красивая и достаточно просторная. И еще я не засняла ванну и комнату. Здесь есть ванная, в которой вы можете купаться. Это не джекозик, это просто ванна. И, смотри, на океан. Здесь есть дышевая коленка. Смотри, тут дырки начнут отсюда массаживать. Нет, джекозик. Такие интересные коробки. Во всех виллах есть паспорт, потому что жилет, потому что она на воде. А не только на воде есть виллах. Один раз, сходив с джеком, ты никогда не вернешься. Конечно, не вернешься. Это самые лучшие тоники здесь. Джин-тоники. На жире попробуй их выпей. Хочете точно никогда не вернешься. В одно и то же время зажигаются эти факела. Это знак того, что мы можем уже идти ужинать в этот индийский ресторан. Каждый раз, когда я бываю в новом отеле, я очень люблю смотреть королевские или так называемые президентские виллы. И в этот раз я не отказала себе в этом удовольствии. Я съездила и посмотрела королевскую виллу в этом отеле. Она, конечно, роскошна. Но видеосъемку там запретили делать, к сожалению. Можно было только делать фото. И я сделала небольшую фотосессию для себя. Ведь пейзаж просто необыкновенный. И сама атмосфера, которая там стоит, просто роскошная. Зато я узнала, как любят отдыхать наши российские звезды. По воле судьбы, но и с любыхства ради, моя вилла оказалась буквально вот за этой стенкой от пирамидской виллы. И у нас один совместный пляж. Поэтому я видела, кто приезжал туда. И на выходные приезжал шесть со своей семьей. Где-то были они примерно около двух дней. За время моего здесь пребывания приезжал еще какой-то богатый индус. Тоже на два-три дня. И я узнала, что в этой вилле наша звездная российская пара Яна Рудковская и Евгений Плющенко отдыхали 14 дней. Что им очень понравилось. И они просто влюбились в этот отель. А вы знаете, сколько стоит одна ночь и один день проживания в этой королевской вилле? 37 тысяч американских долларов. Да, одна ночь и один день 37 тысяч американских долларов. Если вы быстренько перейдете на рубли, то это примерно 2,5 миллиона рублей в день. Что же я могу сказать? Я могу только порадоваться за нашу звездную, необыкновенную и прекрасную пару Яну Рудковскую и Евгению Плющенко. На самом деле это здорово. Отдохнуть в такой вилле 14 дней. Расслабиться и получить полное удовлетворение от океана, атмосферы. И получить полноценный отдых. Ум-полк. Яну Рудковскую и Евгению Плющенко. Яну Рудковскую и Евгению Плющенко. Яну Сол, яну Рудковскую, Вот Тёмка уже второй раз пробует встаёт на доску, он уже достаточно глубоко плавает и уже более уверенно умеет разворачиваться. Тём, покажи, как ты разворачиваешься. Уже удерживает равновесие. На самом деле тот, кто не пробовал, я хочу сказать, что не так просто удержать равновесие, особенно когда волны. На этом я заканчиваю свою серию выпусков передач о Мальдивах, потому что завтра утром мы улетаем домой. Не забывайте, пожалуйста, нажать на колокольчик, пишите свои комментарии, я всегда рада, всегда отвечу на ваши вопросы. Как всегда, я вас целую и обнимаю, и жлю нежный, тёплый пацан с Мальдивских островов. Уйдём, мне телефон туда-сюда, туда-сюда, но Тёма меня снимает в адресу. Поставки ему тоже можно забрать. Мы возвращаемся домой с Мальдивских островов. Мы здесь провели замечательное время, просто прекрасное. Нам очень понравилось. Едем загоревшие, отдохнувшие, накупавшиеся в океане.